Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я снова буду записывать небольшой влог. Вы меня просите такие видео, я с удовольствием снимаю. И сейчас я готовлю обед. Покажу, что у меня сегодня будет на обед. И также хочу показать свой, ну я не знаю, домашний наряд, наверное. Я, в принципе, всегда дома так выгляжу. И дома я достаточно часто хожу в платьях. Мне так удобно, я просто выбираю какие-нибудь комфортные платьишки. Хлопковые или трикотажные, что-то такое не сильно обтягивающее. Хотя, может быть, и обтягивающее. Мне даже так, кстати, удобнее. Я просто одела сверху и как бы все гуляю, все замечательно. Также и дома я делаю легкий макияж. Сейчас на мне накрашены реснички, чуть-чуть бровки. Вот, чуть-чуть румяна, но что-то их не видно на камеру. Ну, совсем-совсем чуть-чуть у меня есть. Крашу также губы. И также дома я наношу на себя парфюм. Я это делаю не для кого-то, а больше, наверное, для себя. Мне это помогает, ну как-то, не знаю, вот этот ритуал с утра, там привести себя в порядок в любой день. Он как-то помогает мне взбодриться, что ли, не знаю, привести себя в чувства, ну и в порядок в том числе. И также я дома пользуюсь парфюмами. У меня сейчас вот сегодня на мне вот этот Джимми Чу. У меня, кстати, осталось, девочки, его совсем-совсем чуть-чуть. Но я могу сказать, что в более прохладную погоду, то есть когда меньше 10 градусов на улице, он перестает чувствоваться вот этот виноград, о котором я вам говорила. Он просто становится каким-то таким сладковатым, тёплым и таким более лёгким. То есть он на более тёплую погоду, мне кажется, он раскрывается намного лучше. То есть такая 15 градусов, вот около 20, даже 20. Он как-то вкуснее чувствуется, поэтому, ну, дома он идёт как виноград, потому что дома тепло, и я с удовольствием им сейчас дома пользуюсь. И от меня вкусненько пахнет, в принципе, всегда. И сейчас покажу свой наряд дня. На мне вот такое платьице. Это хлопковое платье. Я его как-то покупала давно очень, я даже не помню, в каком магазине. Ну, оно уже такое, ну, как сказать, застиранное, что ли, стало. Ну, не совсем застиранное, в принципе, неплохо выглядит. Вот, и мне очень нравится. Оно очень удобное, то есть, в принципе, здесь как футболочка облегает, а внизу оно достаточно широкое. Потом покажу у себя весь рост. И, конечно же, мои тапочки, которые я вам тоже показывала. И вот эти вот тапочки. То есть, мне кажется, все вместе очень даже миленько смотрится. Так, в принципе, для меня по-домашнему. То есть, подходит очень по цвету моего платьишка. Тапочки очень классные, мягенькие, тёпленькие. И, кстати, вот эти тапки я стираю в стиральной машинке просто на быстрой стирке, на небольших оборотах. Обычным порошком. Периодически стираю, чтобы они были чистенькие, свеженькие. Вот, ну, очень классные, очень симпатичненькие. Вот, и сейчас покажу, что я готовлю сегодня на обед. Сегодня у нас суббота. Когда мужчинам, знаете, надъедают всякий борщ, там, щи, в общем, а на обед что-то нужно кушать, я делаю вот такое блюдо. Варю бульон. Я варю его на косточке с куриной грудки. Там остаётся мясо. И получается такой достаточно наваристый бульон. Просто его солю и всё. Отдельно отвариваю либо вермишель, как в этом случае, либо рис. И также яйцо. И делаю такую, я даже не знаю, как этот назвать, такой лёгкий суп. То есть в тарелочку кладу немножко вермишельки, бульон. И вот здесь вот у меня уже варятся яйца и яйцо. Младше у меня, правда, ест без яйца. Вот в таком виде, по идее, ещё нужно добавлять мясо. Но мясо мои, как я уже говорила, не любят. Вот именно в супе. Поэтому просто бульон. И также вот я тут в огороде сейчас уже нашла, выросла у меня ещё немножечко петрушки. Вот такая маленькая, молоденькая. Вот её ещё порежу. Они добавят себе туда с хлебушком, не знаю, с булочкой. Очень-очень они меня любят. Это вот я пенку снимала. И также буду варить компот. У меня остались ещё яблочки с огорода. Вот они кислые. Я их так порезала. И сейчас буду добавлять, вот у меня летом я замораживала, значит, здесь у меня жёлтые сливы. Буду туда добавлять. Они с косточкой, просто вот так вот целыми я заморозила. Не размораживаю, прям вот так вот бросаю. И вот эта косточка, она, кстати, придает такую, ну, как терпкость, что ли, такой компот. Очень-очень вкусно получается. Вот. Буду сюда добавлять. Положу прям все сюда. Вот так вот. То есть у меня мужчины, особенно старший сынок, очень любят, когда он ассортим. А это груши. Это мама вот так вот порезала груши. Груш в этом году у нас не очень много. И они получились, мама их рано сняла, потому что у нас было очень много ос. Очень много в этом лето. И вот они, видите, даже немножечко есть такие, ну, как подпорченные. Добавляю тоже сюда немножко груш прямо вот так вот. Не разморожено, то есть немножечко, ну, как немножечко. И это у меня черная смородина, тоже мама собирала. Вот. И черная смородина получается, кстати, очень вкусный, такой красноватый компотик. Я прям целиком бы сюда и высыплю. Вот такой вот вкусный получается компот. Очень у меня его любят, особенно старший сынок, как я уже сказала. И муж тоже с удовольствием пьет. Ну, компот, наверное, стандартно все варят. То есть я включаю, он закипает, добавляю сахара. И сахара немного, так как тут достаточно много чего сладкого, только вот эти яблочки кислые. И потом он немножко, так же к кастрюле его оставляю, он настаивается, остывает. И как раз вечером, к вечеру он будет уже в компоте готов и будет очень-очень вкусно. Вот. Так что вот так вот я сегодня готовлю. Мы еще покушали печально. Мы таких не любим. Да? Ты их выбросил, такие яблочки? Нет, я их оставил. Оставил? Хорошо. Мужчина моя работа. Собирают листики умнички. Вы молодцы? Несу. Чего ты несешь? Не ту, большую, снеговую. Ну вот, да, скажем, зря ходил. Снеговую лопату, мальчики. У нас каждый в сарай. Мама! Позже? Нет, большую папа просил. Не вытащите. Такую. Спасибо. Пожалуйста, Синочка. Я буду сильнее работать. Работать будешь? Я только буду в грядке. В грядке? Ну давай. Работай. Ну а ты сейчас попей эту лопату раз. Ты у меня умничка? Грядки. Грядки будешь копать? Молодец. Такие у меня работнички. Пока мама обед готовит. О, достала. Молодец. Зацепилась. А это, кстати, летом я сажала... Это у меня называется ежемалина. Не ту? Это я ему сказала эту принести. Опять не та лопата. У нас-то куча лопат. Куча лопат у нас? Угу. Ну да. Вот такую. Вот такую. Все, нету лопату таскает. Вот. В общем, летом купила ежемалину. Но ни разу ягодки она не давала. Вот такая она выросла. Купила маленький-маленький совсем росточек. Посадила здесь около сарая. Но прикольно. Ну что, та лопата? Хорошо. Такие у меня работнички. Да? Вот. В общем, посмотрим. Может, на следующий год ягодки даст нам? Да? Да, да, да. Ежемалина наша. Вот так вот у меня мужчины работают. Тебе не холодно? Нет. Нет? Ну ладно. Можно аккуратнее? Умнички мои. Да, Лёвочка? А ты собрал кучу? Да, собрал. Молодец. Так вот. Молодец. Что теперь делать? Не знал, папе спроси. Папа, 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 я вам сейчас же умею, что ты добрый там пои. Папа, папа, папа. Папа, папа. Папа, папа. Папа их полить, мама. Полить? Ну их уже не надо поливать. Уже скоро снежком их засыпать. Мне не надо поливать кисточку. Ну ладно, вечером как вечером. У меня младший сыночек такие подарочки. Окей. Чего? Окей. Окей. Вот такие все время камушки собирают, шишечки. Умочка. Цветочки еще иногда. Да? И еще, кстати, хотела вам показать. Вот в ленте я как-то наткнулась вот на такую лепешку из ржаной муки, тонкая основа. Кстати, она очень-очень вкусная. И вот кто любит, например, лаваш или еще что-то, да? Ну вот какие-то роллы делать. Вот мне кажется, что вот эта штучка очень, ну как бы более полезная, наверное, скажем так, да? Здесь внутри, видите, можно лепешки с творогом сделать. Вот кому интересно, да? Нажмите на стоп. Ну, на самом деле, очень прикольная вещь. Я уже не помню, сколько она стоит. Это марка Fazer. Ну, вот эта марка вообще, она не дешевая, но мне кажется, что это лучше, чем обычный хлеб. И так же у меня любят вот такие именно лентовские хлебцы ржанопшеничные с семенами кунжута. На самом деле там вроде бы два вида, насколько я помню. Но вот мои любят и такие, и такие. Кстати, они тоже очень вкусные. У меня даже детки очень любят тоже, мне кажется, вместо булки. Хороший вариант. Вот у меня с супчиком любят вот такие вещи кушать. Вот как раз я им положила вот так на тарелочку вот эти хлебцы. И вот она, вот эта вот лепешка. То есть она такая очень-очень мягкая, с семечками очень вкусная. Это не блесень, это такая, ну, как мука, что ли, я не знаю. То есть они всегда вот такие вот, вот, покупаю. И она очень мягкая и очень-очень вкусная, девочки. Такая, как хлеб. Ну, я их вот так вот заворачиваю, просто на стол ставлю, они отрывают и кушают. Без всего я ее делаю. Иногда делаю, конечно, какие-то рулетики. Но вот сейчас вместо хлебушка положила вот таким вот образом. И они у меня, кстати, с удовольствием кушают. Так что вот возьмите на заметку, скажем так, вместо хлебушка кушать вот такие вещи. Есть пищевые волокна. На самом деле для желудка, для кишечника вот эта вот вещь очень-очень полезна. Так, и по калорийности получается на 100 грамм продукта 370 калорий. Ну, в принципе, мне кажется, как и хлеб обычно, да. А здесь у нас на 100 грамм 392. Вот. Ну, по крайней мере, очень вкусно и полезнее, чем обычная булка и хлеб. Вот такая вот вкуснятина у нас получается, да? Угу. Вкусно, мальчики? Устали? Устали? Угу. Угу. Горячо. Горячо, да. Угу. И вот такой вот вкусный получается компотик. Посмотрите, какой красивый и при этом очень вкусный. И вот меня спрашивали по поводу книжки. Ну, я ее только начала читать, вот эта беглянка. Вот я совсем чуть-чуть, на самом деле, прочитала. Но, к сожалению, по времени не могу себе позволить читать быстрее. Но, все же, пока мне очень она нравится. И, не знаю, ну, прям очень пока что нравится. Вот. Но потом дочитаю, уже, наверное, расскажу, как понравилось или нет. А также в этом видео хочу рассказать. Меня спрашивают, лак это у меня или гель-лак? У меня всегда гель-лак. И меня девушка спросила, почему же я тогда так часто его переделывала? Сейчас объясню, почему. Ну, то, что стразы отвалились, это ладно. Это вообще я как бы со стразами немножко переборщила тут. Но да ладно. Вот я сейчас убиралась на кухне, мыла посуду. На этой неделе много раз ходила в бассейн. И смотрите, вот видите, он у меня просто отслаивается. То есть, я так понимаю, что это база. Вот видите, просто идет отслойка лака. И не знаю, девочки, кто может быть делает сам себе маникюр. Напишите мне, пожалуйста, какая хорошая база. Вот я слышала только про коди базу, что она действительно хорошая, очень хорошо держит. Я постоянно, получается, брязгаюсь в воде. И вот у меня, получается, отслаивается все. И это, конечно, очень печально, потому что мне приходится переделывать маникюр каждый раз в неделю. И, ну, как-то это совсем мне не нравится. Да. Вот принесла показать, какие у меня сейчас базы. Вот у меня вот такая база. Я ее покупала в подружке. И она неплохо держит. Неплохо. А новенькая у меня вот такая база от Тинел. Вот она как раз таки и дает такую сильную отслойку. Вот это даже держит получше. И еще у меня была вот такая база от Blue Sky. Остался только праймер. И Blue Sky даже держала лучше, чем вот эта. Так что, да. Ну, напишите, стоит вообще приобретать мне от коди или не стоит. Пожалуйста, если кто из вас знает, обязательно напишите мне в комментариях. Ну, вот мои пообедали и пошли спать. Вот. А я на сегодня буду, наверное, заканчивать. Обязательно, кстати, напишите по поводу базы. Кто из вас знает. Я, на самом деле, не первый год делаю себе генлак. И я уже понимаю, от чего они могут отслаиваться. Я использую обезжириватель и праймер. И, ну, не знаю. Все равно отслаивается. Особенно вот с этой базы новой, которую я вам показала. Вот Тинел. Поэтому, ну, не знаю. В общем, напишите. Буду обязательно ждать ваши комментарии на эту тему. Вот. И, кстати, да. Я дома еще часто делаю себе вот... Ну, просто вокруг хвоста оборачиваю волосы и закрепляю их шпильками. И все. Особенно, когда готовлю. Ну, а дальше сегодня у меня еще по плану стирка, глажка. И потом, наверное, посвящую время себе, наверное, буду переделывать маникюр свой. Так что, на сегодня я буду заканчивать. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю. Целую. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok